СЕРГЕЙ МАХНОВ Сосыти его теми вещами, которые я создал я непосредственно для своей команды и себя лично. Вывести украинский дизайн в принципе на мировой уровень, вот это была глобальная такая цель, показать то, что в Украине существуют архитекторы и дизайнеры международного уровня. Человек покупает результат. Он хочет получить проект не только на картинке, он хочет его получить вживую, потрогать его. Очень все зависит от того, что ты делаешь и как ты делаешь. С какой любовью ты это делаешь, с какой страстью ты это делаешь, с каким умением ты это делаешь. От этого все зависит. Добрый вечер. Я в первую очередь, конечно, спасибо, Андрей. Спасибо вам, что вы досидели, потому что мне кажется, что уже слегка люди начали расходиться. Ну и я думаю, что сегодня я попоказываю немного картинок и расскажу просто свои эмоции, расскажу, что сейчас происходит по моему личному убеждению, по моим наблюдениям. Сергей Махну Аркитекс, 15 лет, больше 500 реализованных проектов в 16 странах мира. Для украинской компании, для украинского архитектора, мне кажется, это неплохой показатель. То есть, когда мы начинали, это вот был я, там еще был мой друг один, и мы решили, что вот, будучи студентами, мы можем уже организовать свою компанию. Ну что такое 2003 год, СПД, который я пришел, зарегистрировал, назвал Сергеем Махно, там с номером. И вышел оттуда и сказал, все, я теперь владелец компании. Многие люди, которые начинали в мое время, да, то есть они считали, нужно делать, начиная там с архитектуры, интерьеров, предметов. То есть мы решили не концентрироваться на чем-то одном, мы решили делать круто свою работу. То есть творчество было первой, скажем, самой важной основой нашего проекта. Потому что творчество и идея, она рождает вот тот бизнес, которым на сегодняшний день я владею. Мастерской Махно на сегодняшний день 60 человек. То, что мы делаем, ну, наверное, вдохновляет меня лично. А самое главное, вдохновляет наших клиентов. Почему современное искусство, почему архитектура? Да, потому что без этих вещей в нашем мире было бы очень скучно. И делая свою работу круто, мы получаем классный результат, поскольку дизайн интерьера – это самое простое, когда попадая в дом, что мы получим. Я сейчас начинаю говорить, как наш любимый друг, который мысли перескакивает через… Еще раз? Сами через себя, абсолютно верю. Значит, архитектор плюс предприниматель. Вот это слово новое, которое я недавно нашел. То есть есть конкретное понимание, что архипренер имеет целое, настоящее… Целое, настоящее… что? Забыл. И это абсолютная правда. Двигаем дальше. Поскольку я забыл про то, что я хотел вам там сказать, я перейду к следующему. Сам устал и решил отдохнуть немного. Я смотрю на телеку, у меня тут все подсказки есть, между прочим. Так что я не забыл. Вот. У многих архитекторов есть способность создавать классные проекты. А еще самое важное, для этого необходимо иметь бизнес-жилку. И вот когда, для того, чтобы архитектор круто выступал, ему нужно учиться, правда? Для того, чтобы круто создавать проекты, нужно рисовать. Сегодня неспособность многих заключается в том, чтобы можно нарисовать классную картинку и не продать ее. Или, придя, рассказывая нашим клиентам, они не поверят тебе. Просто самое обыкновенное. То есть, создавая дизайн интерьера нового ресторана, у тебя зададут тысячу вопросов. И клиент должен получить на них ответ. Логистика, транзитные зоны, почему так, как светит свет, не будет ли он мешать клиенту и так дальше. И на эти все вопросы мы не просто должны знать ответы. Мы должны помочь разобраться с этим и дать качественный результат. Так вот, в нашей задаче на сегодняшний день помогать и создавать интересные проекты. Это абсолютно не наш проект, но вот ребята, которые, это первый кейс, про который я хотел сегодня рассказать. В мире куча, ну как у нас, не знаю там, куча вещей, которые были построены до того, когда люди начали понимать, что такое качественный образ жизни. То есть, куча развалин существует и в Киеве, и поза его межами. Китайский архитектор придумал концепцию встроенных домов, которые можно собрать в течение одного дня с помощью одного восьмигранного ключа. То есть, что он сделал? Это здание нельзя было разрушить, потому что оно было памятником архитектуры, и в Китае там целый, облагалось целый микрорайон, который был под защитой государства. Но там жили люди, и для этого проекта, ну, а люди должны жить в этом, представляете? Они сделали архитектуру и интерьер способные и предназначенные для жизни. И это мог сделать каждый человек. В 2004 году, когда я первый раз попал в Японию, я влюбился в одного архитектора, который понял, что это вот человек, который меня вдохновлял, еще будучи студентом. Тада Аланда. Это великий архитектор света, и эта церковь, которая за моим спиной, была построена на финансы прихожан. Поскольку не сильно большое количество денег, которое они собрали, то есть у него была поставлена задача создать интерьер и архитектуру такую, чтобы она работала. И здесь свет выступает одним из основных моментов архитектурного центра. В данном случае прихожане, приходя утром молиться, они видели абсолютно цельную картину, которая создана за счет света. То есть, видя это вживую, вы понимаете, да, что картинка передает, не знаю, 10-15%. То есть здесь восхитительно. Вот по-настоящему. И здесь говорится о том, что простота и идея – это самое важное. То есть истина в простоте. В 2018 году для меня, для нашей компании была, скажем, открыта такая фраза, как «просто достаточно». И вот осознанность того, что истина в простоте, а просто достаточно, вот не знаю, кто-то понимает, да, вот я для себя в какой-то момент, когда натянул эту фразу, это так глубоко, двумя словами. Просто достаточно. И вот эта вот картинка говорит о том, что это на самом деле так. Традициями, которыми мы пользуемся, то есть наши бабушки, вот опять же вернусь к Японии, да, в Японии, будучи архитектором там в третьем поколении, в пятом, это абсолютно нормально, керамистом в двадцатом поколении. То есть на сегодняшний день живут архитекторы, которые строили. И керамисты в двадцатом поколении. Можете представить? Вот я бы очень хотел, чтобы мой там… Я хотя бы понимал, кто в двадцатом поколении был в моей семье. Там же люди, понимая традиции, пользуются этим каждый день. Ну то есть знание нации передается по наследию. Сегодняшний день, когда наша компания пользуется традиционными материалами, опять же таки, можно сказать, там все пользуются, дерево, глина, керамика, просто их можно интерпретировать по-разному. Когда я начал строить свое жилье, я хотел привнести, скажем, в абсолютно понятные и простые вещи, но что-то современное. Поскольку мы современная компания, современная и традиционная, там, не знаю, у меня квартира на шестнадцатом этаже. Когда я замазал все стены глиной, то есть кто-то знает, что такое мазанка, да? Глина, конский волос, кизяк. То есть это традиционный материал, которым пользовались наши предки. Из него действительно строили. И это выглядит экологически чисто. Это по-настоящему. Когда я замазал все, будучи моей женой, она уже десять лет, моя прекрасная жена, она, знаешь, живет с творческим человеком, там все, она плакала три дня. Она говорила, мы что, будем жить в... Как это? Как? Нет, она говорила, мы что, будем жить в этом... А ну какие еще есть варианты? Ну, это уже перебор, сарай. В землянке, абсолютно верно. Боже, тут же невозможно жить. И я не хочу сказать, что теперь здесь возможно жить, и это вот... Ее значение изменилось. То есть, будучи, приходя к нам в гости, люди понимают, что... Они не в музей пришли, потому что тепло, открыто, воздушно, по-настоящему, уютно. Можно, про эти слова, говорить, что у каждого свое. Но когда вы попадаете к нам в интерьер, это по-настоящему. И здесь сразу убирается вот это чувство хлева, там, берлоги и всего дальше. Если кому интересно, можно посмотреть, как выглядит мой дом и в чем живу я. Поскольку, знаете, сапожник без сапог, так было, но не для меня. В Аби-Саби это то, что я изучаю последних 6 лет, поэтому японская культура, японская философия, плюс чуть-чуть Украины, получается то, чем я живу на сегодняшний день. Что создает наша компания? На что мы ставим ставки? Мы хотим в ближайшее время прийти к природе, или там сейчас тенденции мировые, я дальше покажу, как строят, как живут, мы тяготеем к природе, мы тяготеем по-настоящему к натуральным материалам. И многие, кто говорит, что вот он готов жить в пластмассе, там, не знаю, дышать формальдегидными смолами, или в ДСПшную кровать загонять своих детей, может быть. Но когда вы узнаете про эти материалы, вы понимаете, что мы не хотим так жить. То есть мы понимаем, что там, не знаю, в детских игрушках, или там, в пластмассе, или там, в материалах, которые там куплены супердешево, содержится реально там, не знаю, летучая ртуть. То есть это то, что нас убивает. То есть лучше отпилять кусок сосны, там, не знаю, это, с нее сделать доску и зашить этим стены, чем покрыть, не знаю, а-ля сэкономин бабушкин стол, купленный в Икеи, или там, не знаю, опять же, не про бренды сейчас, да, купленный на распродаже, чем вы это можете сделать сами. Керамика – это моя страсть. Еще будучи в каком-то там детстве, когда я был совсем маленьким, да, то есть я начал собирать первые оглечики, которые просто я приносил домой и говорил, мама, мне они нужны. Он говорил, зачем они тебе нужны? Я говорил, ну, вот они мне нравятся, я буду их там расставлять на полочке. Спустя, ну, наверное, 20 лет я построил керамическое производство. Для чего? Для того, чтобы получать удовольствие, кайфовать и заниматься тем, что мне нравится. То есть керамика в интерьере и в архитектуре, она существует до сегодняшнего дня. Наша тема, и мы выступаем сегодня, рассказываем про арт. И интерьер без искусства, ну, по моему мнению, не может существовать. А также архитектура без искусства. То есть в наших проектах практически везде встречается живопись, скульптура, фотография, современное искусство, классическое искусство. То есть это очень важно, нас это насыщает и делает нашу жизнь прекрасной. Почему контемприарь арт? А, ну это следующий слайд, сейчас вернусь назад, так, сюда. Почему контемприарь арт? То есть очень много вещей, которые мы понимаем. То есть современное искусство, там вот попадая к Андрею в кабинет, не знаю, многие были, да? То есть там висит отлично, шикарная такая картина. Она не для всех точно. Я думаю, тот, кто знает, тот поймет, о чем я сейчас говорю. Но есть люди, которые понимают современное искусство, есть, которые не понимают. Есть, которым оно нравится, есть, которые вообще не хотят и не верят в это. По моему мнению, в интерьере должно быть искусство. Мы как компания, имеющая развитие и желающая, скажем, развиваться, имели такую вот схему. У нас был клиент, у нас были унитазы, диваны, кровати. И это было вот так вот все. То есть 20 подрядчиков, 57 строителей, 128 инженеров. Это все было все разбросанное. В новом году мы решили, что мы должны быть вот там вот. У нас собственное комплектационное отдел, у нас собственные проектировщики, у нас собственная коммуникация с клиентом, у нас пиар-отдел. То есть мы замкнули весь цикл, начиная от стройки, заканчивая комплектацией и посудой, полностью у одного человека. Кто-то знает, что такое Red Dot? Классная премия. Значит, на самом деле я 15 лет мечтал, чтобы ее получить. Не знаю, громко это или не громко, в прошлом году мы получили ее сразу два. И это был такой вот, как отдельный этап, когда ты считаешь, что вот мы чего-то уже стоим. И для нас это важно. То есть нас отметили международные жюри, то есть мы стоим в Германии в музее. То есть это победа, которая говорила о том, что мы придумали что-то, чего нет на сегодняшний день в мире. Вот так это выглядит близко в приближенном моменте. То есть это некая 3D-стена, которая состоит из блоков. И благодаря этому я построил керамическое производство свое. Потому что когда я понимаю, что вот это мне нужно достаточно в больших количествах размещать у наших подрядчиков, я понял, что завтра сроки, качество и самое главное, количество может быть нарушено. Поэтому, выигравши Red Dot, мы строили свое будущее. Сейчас я покажу еще один кейс, который меня вдохновил. Я думаю, что благодаря тому, что появился TetraPod в нашей жизни, поскольку мы его когда придумали, основную матрицу напечатали на 3D-принтере. Все знают, да, сейчас уже практически все печатают. Вот эти ребята печатают вот это. В 2019 году, то есть в следующем, будет построен целый город, напечатанный в 3D. И это не эконом-жилье, это концептуальное новое жилье. То есть это технологии, которые движутся вперед, и технологии, которые показывают о том, что мир меняется. И мне не хотелось бы верить в то, что скоро архитекторов и дизайнеров заменят машины, но то, что вот уже они делают, это не концептуальный, скажем, проект, который создали в рамках какой-то идеи. Это проект, который созданный, уже будет реализованный. Играет музыка. То есть понимаете, как технология рулит, как в нашем мире, когда мы создаем нечто. И здесь, на этом слайде, мне хочется сказать одно. Один в поле воин, если у тебя 10 тысяч роботов в поддержке. Это последние наши проекты, когда мы сочетаем традиционные материалы и абсолютно футуристические или новые. Эти проекты, которые вы видите, они все в работе. То есть в 2019 году мы часть из них покажем и покажем, насколько в Украине уже сильная архитектура и насколько она может быть нестандартной, необычной. То есть Росхаус, вот этот проект, который мы видим, у него 50 тысяч перепостов, тысяча публикаций по всему миру. Вот так выглядит архитектура уже на сегодняшний день в Украине. И мы не просто там понтуемся, да, мы говорим о том, что наши люди уже готовы так жить. В Европе или в Америке уже давным-давно так живут. В Японии. Почему мы не можем себе этого позволить? Или почему мы до сих пор строим замки? Или колонны с дома, с пылистрядами, орлами и динозаврами? Природа в архитектуре – это самое важное. То есть мы хотим вернуть природу, построить природу. Сейчас вот так выглядит наше будущее. Но этого бы всего не было, если бы не было этих людей. И вы знаете, на самом деле, что самое ценное в наших компаниях – это люди. И команда профессионалов, успешных, настоящих, сильных людей создает этот продукт. Спасибо большое, мастерская Махно.